Будет попроще, это лайт уровень, мы отходим от витронов, от квантов и переходим к чему-то более самому простому, жизненному. Но прежде чем мы начнем, я представляюсь, меня зовут незначитель Дмитрий, я аспирант, ассистент и инженер кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов и тема доклада «Век, в котором мы живем». И существует у меня такая небольшая традиция, я всегда какой-нибудь вопросик в начале лекции и задаю. Сейчас не исключение. Как вы думаете, в каком веке мы сейчас живем? 21-й, 30-й, 30-й. Так, ну хороший вариант. Меня вот интересует, если относительно материалов, то к какому веку мы относимся. Тут вот есть варианты каменные, бронзовые, еще какие-то фотографии. Крем-информационные. Крем-информационные, да. Но вот мое большое убеждение, что мы живем в Железном веке, и вот на протяжении лекции я постараюсь вам доказать, что мы живем в Железном веке. Немного истории. Что такое Железный век? Историки считают, что Железный век — это эпоха в первобытной и раннеклассовой истории человечества, характеризующаяся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. Примеры железных орудий представлены на слайде. Это археологические раскопки. Никакого обмана здесь нет. В античном мире уже существовало представление о том, что всю историю человечества можно разделить на эпоху Каменного века, Бронзового века и Железного века. Это такое деление встречается в трудах Тита Лукреция Кара. Однако сам термин «Железный век» вошел в научную литературу существенно позже, в середине XIX века. Его ввел датский археолог Кристиан Юнгенсон Томпсон. Все страны, практически все страны пережили Железный век. Страны, которые не пережили Железный век — это древние цивилизации, которые появились в эпоху Бронзового века и несколько раньше. К этим странам, к этим цивилизациям относятся Месопотамия, Древний Египет, Древняя Греция, Индия и Китай. Если посмотреть времена, когда существовал Железный век, то он располагается между Бронзовым веком и Средневековым. Это ориентировочно 1200 год до Новой эры и заканчивая 300 годом Новой эры. Но это, опять же, повторюсь с точки зрения истории. Едем дальше. Как наши предки, далекие предки, познакомились с Железом? Первоначально они имели всего лишь навсего метеоритное железо, которое прилетало в больших количествах просторов нашей Вселенной. Оно пользовалось большой популярностью, поскольку сплавы, метеоритное железо содержало большое количество никеля и хорошо поддавалось ковке. Ну и за счет того, что железо летового времени было уникальным соединением, уникальным материалом, оно обладало большой прочностью и использовалось только в каких-то культовых изделиях и было очень дорогим. Находки, связанные с метеоритным железом, встречаются в Иране, в Ираке, в Египте, это ориентировочно 6-4 века до Новой эры. Дальше в Месопотамии, на Южном Урале существуют находки, в Южной Сибири, индейцы Аляски и Северной Америки, они тоже изготавливали какие-то украшения, элементы культа из метеоритного железа. Ну и безусловно в Китае тоже встречаются какие-то находки из метеоритного железа. Их идентифицировать очень просто, опять же повторюсь, большое количество никеля содержится в железе, прилетающем из космоса, и поэтому по содержанию никеля можно определить, относится обнаруженный артефакт к метеоритному железу или к другому типу железа. Постепенно человечество начало ознакомиться с рубным железом. Первоначально его получали немного, в результате реакции, которые проходят при получении бронзы в качестве флюса, железо начало набирать популярность, но было очень дорогим, до тех пор, пока не появились способы получения чистого железа из руды. Этот процесс называется сыродутный процесс или процесс варки железа. Что он из себя представляет? Врывалась яма, в эту яму подавался воздух при помощи мехов, туда закладывалась руда железа, и это все дело как бы нагревалось до 900 градусов Цельсия. В процессе варки нагрева под действием высокой температуры происходило выделение чистого железа, оно было очень полистое, внутри его содержалось большое количество шлака, но тем не менее, вот таким вот способом, вплоть до 18 века, люди обрабатывали и получали железо. В дальнейшем, чтобы избавиться от шлака, устраивали процесс ковки, в ходе которого шлак отделялся частично, не полностью, конечно же, от чистого железа. Так, но это немного было историей. Сейчас о самом железе. В настоящее время известно 4 стабильных изотопа железа. Это железо 54, 56, 57 и 58. Наиболее стабильным изотопом является и широко распространенным железо 56. Из железа в настоящее время делают различные стали, чугуны, которые в зависимости от легирующих добавок могут иметь совершенно разные характеристики, в зависимости от того, что нужно человеку в его повседневной жизни. Также железо применяют при изготовлении магнитомягких сплавов, отвертых сплавов и сплавов инваров. Представлена простейшая физическая решетка железа при нормальных условиях. Но и всем вам хорошо известно, что железо имеет такое свойство, как ржаветь. Ржавчина у нас пористая, она не препятствует проникновению порог воды и кислорода внутрь железа, и поэтому процесс расширения происходит до полного разрушения какого-либо изделия из железа. Это немаловажный факт. Все мы не любим ездить на ржавых машинах. В частности. Мы также не любим брать какие-нибудь ржавые детали, еще что-нибудь в этом духе. Всячески стараемся железо защитить от этого негативного процесса. Что еще интересного можно рассказать про железо, про чистое железо? Железо довольно-таки инертный металл. Он не реагирует с холодными кислотами, серной, соляной, и это позволяет перевозить эти кислоты в обычных железных цистернах. Опять же, если нагреть эти кислоты, то процесс происходит довольно-таки бурно, и железо у нас растворяется. Для железа, как и для большинства химических элементов, существует такое явление, как аллотропия. Ну, я думаю, для младших курсов стоит сказать, что это такое. Это когда один и тот же химический элемент под действием внешних условий кристаллизуется в различные кристаллические вишоты. Но вот для железа при нагревании, при атмосферном давлении, возможно, четыре аллотропных модификации. Это альфа-железо, бета-железо, гамма-железо и дельта-железо. Все они существуют в определенном температурном интервале, обладают своими уникальными физическими и химическими свойствами. Но чем они замечательны? При нагревании мы можем, как переходить из одной модификации в другую, так и при охлаждении мы переходим в процесс обратно. И возникает проблема, как застабилизировать ту или иную фазу, ту или иную аллотропную модификацию. Но это процесс решаем. Технологи справляются довольно-таки успешно. Железо широко используется в нашей жизни. Мы сидим на стульях, содержащих железные ножки, стол с железными ножками, вагоны, трамваи, метро у нас сделаны из листов железа. Железо повсюду, но не чистое железо. В основном нас окружает железо с содержанием углерода. И соединений с железо с содержанием углерода их очень много. Я сейчас попробую их перечислить, далеко не все, но многие. Это ферит, аустенит, цементит, графит. Это четыре основных соединения железоуглерода. А также существуют ледобурит, мартенсит, перлит, сорбит, тростит и бинит. Но глобально все соединения железа с углеродом можно разделить на два больших класса. Это стали и чугуны. Исторически появились первыми чугуны. И они стали использоваться в изготовлении колоколов, гвоздей, пушек. Почему чугуны? Чугуны – это соединения железа с углеродом, в которых углерода больше, чем 2%. В те времена, во времена Петра I и раньше, когда начали получать чугуны, не могли четко контролировать количество углерода. А именно углерод, как оказалось позже, определяет большинство физических свойств соединений железоуглерод. Технологии не стояли на месте. Со временем научились получать и четко контролировать содержание углерода в сплавах железоуглерод. И появились стали, которые завоевали широко мир. Стали использоваться при изготовлении паровых машин, различных транспортных средств. Стали делиться на конструкционные и инструментальные. Ну и по названию видно, где эти стали использоваться. Если посмотреть на фазовую диаграмму, которая по-украински железоуглерод вносит следующим образом. Диаграмма сплавив зализа с вуглицемен, как-то так, то видно, что соединений с железом углеродом очень много, и они разнообразны. Также с железом существуют специфические сплавы, их еще называют прецизионные сплавы. К прецизионным сплавам относят сплавы с заданными температурными коэффициентами днейного расширения. Эти сплавы широко используются в различных генераторах, зимуковых колебаний. Также к прецизионным сплавам относятся магнитотвердые и магнитомягкие сплавы. Поскольку речь зашла о магнитотвердых и магнитомягких сплавах, о магнетизме, то возникает вопрос, а вот какие магнитные свойства и как использовались человечество раньше? В прошлом году я рассказывал вам лекцию о магнитных полюсах Земли, и там были все эти картинки. Одно из первых применений железа, его магнитных свойств, относится к 220 году до новой эры, когда появились первые компасы в Китае. Там использовался магнетит, это окиси железа, в качестве стрелки, которая ориентировалась под действием магнитного поля Земли и служила в качестве стрелки компаса. Также железо использовалось уже в более модных, улучшенных версиях компаса, таких как китайская повозка, и сейчас продолжают делать стрелки компасов из железа. Также магнитные свойства железа позволили открыть такое явление, как магнитное наклонение и склонение. Исследования магнитного наклонения и склонения позволили установить такой интересный факт, что наша Земля является большим магнитом, это опять же все было в прошлом году, и проводить детальные исследования этого магнитного поля, установить, что на нашей Земле существуют магнитные полюса, и получить те данные, которые сейчас являются уникальными. Это данные о динамике движения магнитных полюсов на поверхности Земли. То есть эти данные уникальны тем, что позволяют строить и проверять модели, различные модели, которые возникают в больших количествах. Немного о магнетизме. Я не знаю, знаете вы или нет тот факт, что все окружающие нас вещества являются магнитными. То есть люди, приходящие на кафедру магнетизма, первым делом знакомятся именно с этим фактом. Все вещества являются магнитными, то есть под действием внешнего магнитного поля они намагничиваются. Единственное, существует разница между магнитными веществами, которые хорошо намагничиваются и плохо. Вот хорошо намагничиваются ферромагнетики. А плохо, где и паромагнетики? К ферромагнетикам, исходя из названия, понятно, относятся в первую очередь к железу. Что такое ферромагнетики? Ферромагнетики это твердые вещества, которые при слишком высокой температуре обладают самопроизвольной спонтанной намагниченности. Сильно эта спонтанная намагниченность зависит от внешних условий. Отличительной особенностью ферромагнетиков от пара- и диамагнетиков является то, что им характерен магнитный гистерезис. Гистерезис в переводе с греческого означает отставание. А магнитный гистерезис подразумевает отставание изменения намагниченности от изменения внешнего магнитного поля. Если проводить измерения магничности от внешнего поля или индукции от поля, то получаются вот такие вот петли. Все магнитчики обожают эти петли измерять, потому что из них можно получить очень много информации относительно магнитных свойств материала. Но глобально по внешнему виду петли можно определить, является магнитный материал, феромагнетик, магнитно-мягким или магнитно-твердым. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать по величине обратного поля, которое необходимо приложить для того, чтобы размагнить первоначально на магничный образец. Если вот эта величина hc больше 100 ht, то мы имеем дело с магнитно-твердым материалом. Если меньше, то с магнитно-мягким. Магнитно-твердый материал используется для изготовления постоянных магнитов. Пример постоянного магнита на слайде представлены. Магнитно-мягкие материалы используются для изготовления различных сердечников-трансформаторов, для систем, в которых необходимо передать или сконцентрировать магнитные поля. Основной характеристикой магнито-твердых материалов является магнитная энергия, которая запасена в этом материале. Она определяется по формуле, очень простая формула, b на h пополам, и за 100 лет вот эту величину удалось поднять с единиц мегагаусс-нерстет до почти 60 мегагаусс-нерстет. В настоящее время наиболее энергоемким постоянным магнитом являются постоянные магниты на основе соединения неодин-два железа 14 бон. Как мы видим, опять встречается жилет. Чтобы было нагляднее как-то оценить вот эти цифры, эту динамику, развитие потенциала постоянных магнитов, вот существует такой вот слайд. В чем отличие между этими тремя объектами, изображенными на слайде? Ну, в размере, безусловно. Где размер, там масса. А что в них их объединяет? Объединяет их количество энергии, запасенных вот в этих объектах. Данный утюг, утюг в кавычках, это образцы стали, начиная с начала прошлого века, 1900-х, года. Затем, в 50-х, 60-х годах был прорыв, связанный с открытием соединений на основе Самарии-Кобальта и уже существенный рост запасаемой энергии в малом объеме. Следующий прорыв состоялся в 83-м году, в 84-м, и он связан уже с открытием соединений не один, два железа, 14-го года. В чем важность данных открытий, открытий этих сплавов? Она связана с тем, что с уменьшением размеров объектов мы можем уменьшать размеры каких-то технических устройств, в которых используется постоянный магнит. Постоянные магниты используются очень широко, начиная от динамиков наших сотовых телефонов, заканчивая генераторами допустим, ветроэнергетики. Представляете себе телефон с постоянным магнитом на основе стали? Каких размеров бы он сейчас был? На данном слайде представлены области применения постоянных магнитов в настоящее время. Вот вопрос мне вам задать. Здесь есть одна неточность. Одна из этих картинок не относится к постоянным магнитам. Как вы думаете? Пояс на постоянных магнитах. Это маглевы делают на постоянных магнитах. Трансформатор, да, безусловно. В трансформаторах используется электротехническая сталь, она относится к магнитомягким материалам. А все остальное это маглевы их делают на постоянных магнитах. Правда, сейчас пытаются на БТСП сделать. Не знаю, получится или нет. На постоянных магнитах они летают. Что здесь еще представлено? Кусочек постоянного магнита разбитого в крошку. Такое тоже бывает. Все эти материалы очень хрупкие. Дальше ветряки, в которых используются постоянные магниты для выработки электричества. Дальше жесткий диск, в котором опять же используется двигатель, в котором используются постоянные магниты. Ну и образцы промышленно выпускаемых постоянных магнитов тоже представлены на слайде. Магнитомягкие материалы. В отличие от магнитов твердых материалов, магнитомягких материалов выпускается в разы больше. В 2006 году производство магнитомягких материалов составило 12 миллионов тонн. Магнитомягкие материалы используют, их классифицируют по следующему принципу. магнитомягкие материалы с наибольшей магничностью насыщения, к ним относятся железо, железо-кобальтовое сплаво. Их используют в качестве концентраторов магнитного потока в различных технических устройствах. Дальше, магнитные материалы с малыми потерями энергии при перемагничивании в петлюх с частотой 50 Гц, электротехническая сталь. Данные магнитомягкие материалы, они используются как раз в трансформаторах. Трансформатор это техническое устройство, которое у нас преобразует одно напряжение в другое, либо один тот в другой. Такой факт относительно трансформаторов это одно единственное техническое устройство, в котором КПД достигает 99,9%. То есть это очень эффективное устройство. Дальше магнитомягкий материал бывает с пониженными потерями энергии при перемагничивании в полях звуковых частот. Это к генераторам различным относятся. Магнитные материалы с наибольшей магнитной проницаемостью в слабых магнитных полях. Магнитные материалы с заданной зависимостью проницаемости в поле и температуре. Полупроводниковые высокопроницаемые магнитные материалы магнитомягкие филиты и магнитные материалы с прямоугольной петлёй дистрейльцев. В середине прошлого века существовал бум на эти материалы. Он связан был с тем, что на основе этих материалов пытались создать ячейки памяти для компьютера. Но получить стабильную систему как-то не получилось. Максимальную плотность информации, сравнимой с теми данными, которые сейчас, тоже получить не удалось. Но, тем не менее, магнитный материал с прямоугольной петлёй дистрейльцев широко использовали в магнитных плёнках. Ну и здесь, для примера, представлена ячейка памяти одного из первых компьютеров на основе ферритовых колечек. Ферритов здесь, чтобы понимать, сколько здесь памяти, пересечения проводов по вертикали и горизонтали, это одно ферритовое колечко диаметром 1 мм. По сравнению с рукой, можете прикинуть, сколько их есть, этих бит-даун. Что, бит-даун? Ну, получается довольно-таки мало. Ну, да, получается довольно-таки мало. Ещё это всё очень грелось, шумело и всё в таком духе. Ну, я не знаю, получилось ли мне показать вам или нет, что мы живём в Железном веке. Вот хочу задать вопрос. Мы в Железном веке живём или нет? Какие есть прогнозы, какой у нас ожидает следующий век? Не получилось, да? Не, ну, я просто ещё хотел чуть-чуть поговорить. Мне важно знать, получилось ли мне показать вам, что мы живём в Железном веке, что железо, оно повсюду, и это очень важный химический элемент, без которого жизнь невозможна. Но даже в крови существует железо, если его всё изъять, то мы убьём, да? Или вогнать нас к гостям. Какие есть прогнозы, какой у нас ожидает следующий век? Какой следующий век? Так, сейчас немного о серьёзном. То есть это была лирика, сейчас немного о серьёзном. Я начал своё выступление с того, что я очень дотошно представился. Представился я как сотрудник ассистент кафедры магнетизма и магнитных нано-материалов. Если бы вы пригласили сюда твердотельца, то он начал бы рассказывать про те материалы, которыми он любит заниматься, про тот материал, объект модельный, который ему ближе. Если бы вы пригласили какого-нибудь физика, ядерщика, он бы вам сказал, что мы живём в урановом веке и кругом нигде нельзя обойтись без урана. Это основной химический элемент. Если бы вы пригласили эколога сюда, то он, скорее всего, рассказал, что мы живём в век дерева, в век... ну да, в деревянном веке, поскольку без деревьев невозможна жизнь на Земле. Собственно говоря, вы пригласили сюда магнитчика. Для магнитчика основной химический элемент, объект для исследования, без которого невозможен магнетизм, это железо. Поэтому к моему выступлению можно относиться двоярко. С одной стороны, я показал те аспекты, которые связаны действительно с важностью железа в нашей жизни. С другой стороны, не стоит забывать о том, что я магнитчик, и для меня железо — это всё. А всего остального не существует. Ну, на этом у меня всё. Вы можете задавать вопросы. Благодарю за умрание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тишина. Убедели? Убедел. А я бы потом думал. А Робокоп мог существовать вне Железного века? Вне Железного века? Конечно, мог. Взяли бы там алюминий с титанов, навешали, вот там, пожалуйста, получился Робокоп. Нет, ну, если бы Робокоп был бы из Железа, он бы, наверное, был бы очень тяжёлым. Его по-любому делали, их чего-то полегче. А в современном вот фильме про Робокопа там не сказано, что они используют? А вот, из чего вы это всё делали? ДС-1000, чем-нибудь, до тысячи один, да? Нет, жизнь не вжал, там, это не наезд. Металлы зарастутят. А вот этот, который я говорил, что Снеггер, но он не очень, ничего, он вообще такой не деформируемый, нифига, но температура неустойчива получилась. Ну, наверное, с титана, раз он не деформируемый, такой прочный. В принципе, если бы были сделаны из Железа, то это груда металла, берёшь любой электромагнит, подносишь поближе, и всё, и он связан по рукам и ногам. Это непрактично, в общем, делать ни Робокопа, ни Терминатора, и Железа. А вот из титана, это темно. Титан как бы не магнит. Нет, из титана не магнит. Не магнит. Не терапогнит. Ещё вопрос. Алюминий, кобальт, по градации. Алюминий, кобальт, по градации. Нет, сейчас посмотрим. Он там есть. Алюминий, кобальт, по размерам. По размерам? Ну, он будет где-нибудь вот так вот, если отрезать верхушек. То вот всё, что ниже, это будет иммунит. Довольно-таки хороший материал Алюминий. Его используют в двигателях с высокими оборотами, потому что он обладает большой прочностью. Опять же, для разделения изотоп-урана используют такие двигатели. То есть там важно большие скорости. У нас всех расстанавливают. Всё, я умолкаю. Это секрет информации. Ну, ещё раз поблагодарю. У меня был Крадок. Сейчас у нас начинаются самые жару студенческие доклады. Так что, готовьтесь. Дим. На скачном? Точно, на скачном. Так, Дим. Где они? Сейчас, поднимем. Так, сейчас, на чём мы... Подождите. Сва estableю. Они же подключили. Да. Пусть ёлась... Подождите. Я обещу. Всё. Продолжение следует...